Девушки отдыхают Мы были в поездке с пастором Петром, с пастором Ульфекманом в Рим И так получилось, я уж не знаю каким образом, волей судьбы от Господа Что нас поселили в один номер в гостинице в Рим И после всех экскурсий, после служений у нас была возможность пообщаться в номере Рим древний город, полон гостиниц, гостиницы там настолько маленькие Номера настолько маленькие, потому что здания эти древние в основном есть в центре города Поэтому если в гостиницу в номер две кровати вошло, это уже замечательно Поэтому мы там были очень близко И по вечерам мы разговаривали, делились своими впечатлениями, делились тем, что у нас на сердце И Петр рассказал о служении, которым он занимается сейчас в церкви в Москве И рассказал о служении для старшего поколения И все время, сколько мы там были, он каждый день мне про это служение рассказывал И это коснулось моего сердца И хотя в нашей церкви есть масса служений, около 40 различных служений Но служение для старшего поколения, оно у нас немножко было в другом формате У нас было такое служение, мы называли его Золотой век И оно не с определенной периодичностью, раз в месяц, раз в несколько месяцев происходило Но чтобы каждую неделю вот с таким вниманием, конечно, этого у нас не было И вы знаете, что-то стало происходить в моем сердце И я начал думать о старшем поколении нашей церкви И как-то мне стало понятно, что это очень перспективное служение Потому что рано или поздно мы все там можем оказаться Вы знаете, да? То есть есть служение, которое тебе уже не грозит Допустим, детское служение Или подростковое служение Но для старшего поколения рано или поздно мы надеемся быть там Правда или нет? Поэтому в моем сердце я стал перебирать различные варианты Молиться об этом И Бог положил мне на сердце некоторых людей в нашей церкви Которые по-настоящему достойны И сегодня со мной на этой конференции наши служители Потому что мы начали это служение осенью 2013 года На сегодняшний момент у нас уже, по-моему, за 100 человек перешагнули И каждую субботу у нас замечательное служение И потом за столами общения мы скопировали все у вас Спасибо за идеи и вдохновение Служение растет И пожилые люди со слезами благодарят за это служение За возможность, за привилегию, которая просто у них сегодня есть Я так рад, что на этой конференции я не один, а с командой Со мной Юрий Николаевич Замечательный доктор Всю жизнь он проработал с людьми У него замечательное сердце для людей Особенно старшего возраста И сегодня он пастор этого служения Со своей драгоценной супругой Голиной Федоровной Также с удивительным служителем Который много лет проводил у нас служение для Золотого века Пожалуйста, на одну секундочку поднимитесь Вот я хочу порадоваться, что они сегодня с нами И мы на этой замечательной конференции Спасибо еще раз, пастор, вы вдохновили Это так здорово, когда мы делимся друг с другом Теми откровениями или теми идеями, которые Господь дает нам И сегодня у меня привилегия делиться словом с вами Давайте откроем потрясающее место Это книга пророка Осии, седьмая глава Я буду читать с восьмого по десятый стих Книга пророка Осии, седьмая глава С восьмого по десятый стих Здесь Бог переживает за свой народ Что-то происходит, что его печалит А именно, он говорит о колене Ефрема Если кто-то вчера был вечером на вечернем служении Я проповедовал Я делился об отце Ефрема Его звали Иосиф Это был величайший Божий герой И как верующие люди мы все помним про Иосиф И он стал на самом деле потрясающим примером И в какой-то степени он стал прообразом Иисуса Христа Через унижение, верность, послушание Праведность Он стал вторым по царе, по фараону Как Иисус стал сегодня вторым после Бога Отца Вы знаете, через свое послушание и свою верность И Ефрем это сын Иосифа Другими словами, это потомки Иосифа Такого замечательного, удивительного, праведного человека Вдруг Библия говорит В восьмом стихе Ефрем смешался с народами Здесь, конечно, говорится о языческих народах И стал как неповороченный хлеб Ну, в оригинале написано, как неперевернутая лепешка И дальше говорится Чужие пожирали силу его, и он не замечал Седина покрыла голову его, а он не знает И гордость Израиля унижена в глазах их И при всем том, что они не обратились к Господу Богу своему и не взыскали его Давайте еще раз Говорится Это потомки Иосифа Иосиф был мудрейший человек Благословенящий Богом И он получил величайшее Если вы когда-нибудь читали Те пророческие благословения, которые Иаков Отец двенадцати патриархов Которые дал он своим потомкам То одни из самых величайших благословений Получил Иуда От кого произошли цари Израиля Царь Давид А потом родился Христос И также величайшее, величайшее благословение Могу сказать Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова